Первый вопрос, кстати, был, по-моему, последний на сайте Клубкома. Значит, это обобщенный большой вопрос о ведении и наблюдении девочек с пороками развития мочевыделительной системы. Практически, ну, скажем так, пороки мочевыделительной системы довольно распространенные. Самые распространенные – это сердечно-сосудистые. И, скажем, для девочек такие пороки не так значительны, как для мальчиков, потому что у мальчиков мочевыделительная система принимает участие и в репродукции, и фактически как-то более играет более важную роль в этом отношении. И, скажем, чаще встречаются такие пороки именно у мальчиков. Самый распространенный – это закупорка, значит, нижних отделов мочевыделительной системы. Из-за, скажем, могут быть по трем причинам. Самый распространенный – это фосфолитральный клапан. И такие дети, у которых развивается синдром люта, то есть синдром нижней обструкции, вернее, обструкции нижних отделов мочевыделительной системы, они редко требуют наблюдения потом у педиатра и даже пересадку почек, потому что довольно серьезные состояния. У девочек пороки мочевыделительной системы не настолько, скажем, вызывают, скажем, это не сильные пороки, не настолько изменяют изменение функции, как у мальчиков. Тем не менее, значит, вот как, например, ведутся, значит, такие вот девочки, что для них важно, особенно в плане, скажем, будущего, в плане будущей репродуктивной функции. Всегда, значит, когда заподозревает какой-то порог развития у ребенка, желательно, чтобы мама, беременная мама была направлена в перинатальные центры, причем, скажем, более высшего уровня, то есть областной, республиканский, в зависимости от степени порока. И велась таким перинатологом, потому что необходимо следить за функцией почек или плода. Почки вырабатывают мочу, которая фактически после 20 недель является основной составной частью околоплодных вод. Поэтому любое нарушение в строении почек и вообще мочевыделительной системы ребенка может сказываться на количестве околоплодных вод и на дальнейшем развитии самого ребенка. Проводятся серийные УЗИ, значит, исследуется состояние ребенка. И обычно таким мамам предлагается консультация ненатолога, детского педиатра, еще до рода, который и определяет прогноз, скажем, будущего ребенка, прогноз в плане заболевания будущего ребенка, то есть кем должен наблюдаться этот ребенок, вообще как должны проходить роды, где они должны проходить, нужна ли потом сразу же операция, скажем, или операцию можно отложить, или просто наблюдение. То есть ненатолог решает такие вопросы с мамой обычно до рода. И бывает так, что даже ненатолог, который специализируется в этих вопросах, может присутствовать даже при родах. Опять же, все зависит от степени поражения, от степени порока, о том, как функционирует мочевыделительная система плода и потом новорожденного. И дальше такие дети передаются в руки, конечно же, педиатрам. У нас, например, через дорогу есть крупнейшая больница, детская больница, считается национального уровня. И очень часто такие дети сразу же переходят на учет в эту больницу, где ведутся уже узконаправленными специалистами, например, детскими нефрологами, детскими урологами. И ведение зависит, опять же, от того, от функции почек, то есть насколько порок влияет на функцию почек. Очень часто пороки могут быть незначительные и функция не изменена. В таких случаях лечение как таковое не проводится, то есть каких-то специальных профилактических лечений в данном случае не существует. И очень часто эти дети развиваются нормально, то есть периодически они проходят осмотр у педиатра, сдают анализ мочи, то есть проводят там УЗИ почек. Когда обычно требуется какое-то вмешательство врача и дополнительное исследование, когда есть жалобы со стороны поведения ребенка, особенно указывающие на какие-то нарушения в работе мочеводелительной системы. Тогда, конечно же, нужно бить тревогу, нужно идти обследоваться и решать, что дальше делать, как дальше вести этого ребенка. Для девочек, поскольку закладка органов мочеводелительной системы идет параллельно, фактически даже одновременно с закладкой репродуктивной системы, то есть у них первичный источник, то есть они происходят из одного источника клеток. То есть как бы это сначала идет развитие одной системы, потом идет переход на две системы, на репродуктивную и на мочеводелительную систему. И функция довольно-таки часто взаимосвязана, и фактически, поскольку репродуктивная система у девочек до момента полового созревания, начало момента полового созревания особой роли не играет, то вопросы возникают обычно уже как раз с началом полового созревания, то есть подростковый период. И тогда встают вопросы, не вовлечена ли в этот порог репродуктивная система, то есть внутренние органы, в первую очередь яичники, матка, маточные трубы, шейка матки, влагалища. Вот насколько вовлечены они, то есть имеется какой-то дефект дополнительный еще этих органов. И в большинстве случаев, скажем, никаких отклонений не находят, и восстановление менструального цикла проходит нормально. Чтобы какие-то специальные, скажем, рекомендации, которые бы отличались от рекомендаций, которые даются мальчикам, значит, девочкам с пороками развития почек, не существует. То есть, опять же говорю, все зависит от степени порока. И все это решает педиатр, все это решает специалист. И практически я не могу лезть в эту сферу, в эту область, скажем, специализации, потому что не моя специализация. Но в так общих чертах, в нескольких словах я рассказала об этом. И практически на этом мы закончим ответ на этот вопрос. Итак, следующий вопрос. Сразу два вопроса получилось. Хорошо. Мы отвечаем на первый вопрос. Значит, большое.